Я перехожу к событию, которое вы ждали всю неделю. Какое же блюдо заняло топ нашего рейтинга? Увидев его на праздничном столе, гости будут заинтересованы. А когда они будут его есть, их невозможно будет остановить. Поверьте, комплименты и восторги по поводу ваших кулинарных талантов вы будете слушать до конца вечера точно. Итак, встречаем гордость всех кулинаров. Куриный салат желе! Для приготовления вам понадобится куриное филе, яблоко, картофель, зеленый горошек, морковь, желатин, огурцы, яйца, сметана, горчица, соль, сахар, перец, перец душистый, лавровый лист, подсолнечное масло и лимонный сок. Это явный лидер! Первое, с чего мы начинаем, это мы варим бульон. Берем вот сотейник, добавляем литр воды, нам необходимо добавить душистый перец и лавровый лист непосредственно прямо в воду. Сколько? Два. Теперь ждем, чтобы вода закипела, а мы пока подготовим овощи. Картофель две штуки и морковь. Чистим. Нам необходимо нарезать картошку кубиком где-то по полсантиметра. И морковка тоже полсантиметра. Порежь, пожалуйста, морковь. Хорошо. Нам еще необходимо очистить яблоко и потом нарезать таким же кубиком. Тебе было когда-нибудь безудержно смешно на ринге? На ринге. Честно говоря, бывают моменты, когда ты боксируешь, и ты же слышишь комментарии, там, болельщики. И люди такую несут ересь. Подставят там тюваты, там, вообще, там, поцелую. И когда бой позволяет мне, ну, там, расслабиться, я могу реально заскуряться. А зрителям же, наверное, это очень нравится. Ну что же, если мы сейчас ничего не сделаем с яблоками, то они потемнеют. Их необходимо сложить в пиалку и полить немного лимонным соком. Так, морковку я нарезал, могу отправлять ее в воду. И еще один очень важный ингредиент нашего блюда – это маринованные огурцы. Нам необходимо 4 огурца. Порезать их точно таким же кубиками. 5 миллиметров? Да. Так, ну, кстати, морковка у нас варится больше на 5 минут, чем картошка, сколько она более плотная. Надюша, кинь, пожалуйста, сюда картошку. Картошку? И еще 5 минут примерно за это время картофель и морковь одновременно сварятся. Нам необходимо 2 филе, это полкило. С филе мы поступаем очень просто, режем его произвольно на крупные куски. У вас с Робертом есть совместное увлечение, причем довольно оригинальное. Вы ходите в лес за грибами. Да. А что вам еще нравится делать вместе? Как вы отдыхаете? Я играю с ним в боулинг. Он любит играть. Он умеет? Да, он умеет. Он обожает боулинг. Так и как? Он же маленький, он летит вместе с шаром. Нет, он летит на руками, то есть, знаешь, что надо до линии, от линии толкнуть шар. Кстати, у нас сварились уже овощи, мы должны их достать из бульона. Надюша, дай, пожалуйста, шумовку. Уверен, многие из вас пользуются традиционной шумовкой, как Надя. А ведь есть еще ложки шумовки, ими можно достать до любого уголка в посуде. Надя, ты обязательно должна такую приобрести. Желательно из пластика или силикона. Это легкость, удобный захват и максимальная простота в уходе. Выбрать шумовку, а лучше несколько, разного дизайна и для разного предназначения, можно в интернет-магазине. Бульон нам нужен, только нужно будет стаканчик из него отлить. А вот теперь мы уже делаем такой крепкий бульон. У нас есть курица, у нас есть овощной отвар. И сейчас мы получим классный ароматный бульончик. И бульон, и мясо будет вкуснее в овощном бульоне. Да, такие кусочки сварятся минут за 10. За это время нам нужно еще подготовить 6 яиц, сварить вкрутую. 6 яиц сварить на широкую руку. Ты чувствуешь? Это праздничное блюдо, можно и гульнуть. Кстати, о масштабах. Не будем забывать, что Слава счастливый обладатель 100 килограммов мяса. Как бы ты ни старался, конечно, вряд ли ты успеешь до истечения срока годности этого мяса приготовить все эти блюда и полностью его использовать. Предположим, ты даже не раздашь его друзьям. Кто тебя знает? Друг, ты захочешь продать? По друзьям продам. Вот! Отлично! И вот это самый интересный момент, потому что рядом с тобой никто иной, как кто? Друг. Не просто друг, он еще и одессит. Он неоднократно бывал на привозе на самом хитром рынке страны. Да что вы говорите! Вот-вот! И поэтому у тебя возможность получить не только мастер-класс по приготовлению 10 блюд из куриного филе, но и по работе на привозе. Ты выходишь на середину привоза и говоришь, люди, вы не понимаете, Это всего лишь 50 килограммов курицы, которая была золотой, потому что это слава ее получил. Кстати, да. Бесплатно. Это важно, потому что эксклюзив в Одессе дороже понта. Продавай свою курицу. Легко. Дорогие люди, приезжие, гости, жители Одессы, у меня есть 50 килограммов свежей курятины, которые я хочу сейчас приготовить, а вот этот молодой еврей мне мешает. Вы посмотрите. Что мы сделаем с ним? Просто выиграть с привоза, потому что у меня самая лучшая курочка на этом привозе. Я бы взял, но нет денег. Нет, ну. Так, яйца надо доставать. Заливаем холодной водой. Слава, я попрошу тебя достать пока один кусочек курицы, выложить его на тарелку и проверить, разрезав на две части, готово, не готово. Курочка готова. Достаем всю курицу, да. Бульон готов. Надо распустить желатин. Именно для этого мы отобрали стакан жидкости. Желатина нам понадобится от 40 граммов. Давайте почистим яйца. И сейчас я покажу вам нестандартный способ. Нужно разбить яйцо с двух сторон. Так. Сережа! Сережа! Ну что, Слава, слабо? Славик, дуй. Слава! 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 Славка, ну ты даешь. Ну ты не просто выдуй яйцо, ты прям его и порезал сразу. Слава, я институт. Ребята, вы сильны. Так, ну мы тут, конечно, немного повеселились, насорили чуток. Да. Пришло время прибраться, я считаю. Что бы вы ни готовили, на кухне всегда должны быть чистота и порядок. От этого зависит качество ваших блюд. Бумажные полотенца, палочка-выручалочка для таких случаев. Пожалуйста, Славочка. Все, чистота и порядок. Бульон горячий, желатин распустился. Нужно вот взять сито, и мы прольем через сито, чтобы нерастворившиеся гранулы остались на поверхности. Идеально. Слава, перемешивай. У бульона у нас остался примерно один литр, может чуть меньше, так что как раз достаточное количество для нашего блюда. Теперь нам необходимо приготовить заправку. Горчично-сметанная. Это намного лучше, намного полезнее, чем майонез. Более того, в отличие от майонеза, мы будем готовить эту заправку с помощью вареного яйца, поэтому нам нужно желток от одного яйца. Мы его здесь подавим. Вот так его помнем, помнем. Одна столовая ложка горчицы. Один стакан сметаны. Это универсальный достаточно соус. Можно применять для любых других салатов, в которых используется майонез. Вместо майонеза добавим сюда сейчас немного сахара. Пол чайной ложки. Отправим сюда пол чайной ложки соли. Курица остыла уже? Курица остыла. Давайте нарежем ее кубиком, примерно по сантиметру. Теперь мы можем смешать все ингредиенты для салата в одной миске. 200 граммов свежего горошка. Курица. Маринованные огурцы. Яблоко. Картофель. И морковь. Нужно посолить по вкусу. Яйца целиком? Целиком. Как это может быть? А вот сейчас ты увидишь. А вы забыли... Про бульон с желатином? Конечно. Сейчас мы добавляем бульон в наш соус. Какой-то кулинарный шок, Сереж. Мы заливаем соусом. Перемешаем немножко. Нам нужна форма. Вот такая. В которую мы сможем отправить наш салат в холодильник. Потому что вы уже поняли, он будет застывать. Главное выпустить немного края пленки, чтобы потом мы могли легко достать наш салат в желе. Выливаем половину массы до середины. Разравниваем. И теперь, что делаем с яйцами? Мы выкладываем их по длине целиком. На разрезе мы увидим красивый желточек. И теперь заливаем остальной частью салата. Полностью, да? Ну, сколько поместится? Здорово. Закрываем остатками пленки. Таким образом мы можем отправить все в холодильник. И через три часа салат застынет. Надо сказать, что это салат перевертый. То есть мы будем его переворачивать. И сверху будет гладкая поверхность. И эта гладкая поверхность позволит красиво нам украсить салат для праздничной подачи. Поможешь? Легко. Салат пробудет три часа в холодильнике. Я сейчас расскажу вам, как эффектно можно подать это праздничное блюдо. Половину помидора нарежьте тонкими слайсами. В цепном порядке сверните их по спирали, формируя розочку. Выложите на салат. Маринованные огурцы разрежьте вдоль пополам. После сделайте надрезы по длине половинки огурца. Раскройте в виде веера. Украсьте получившимися листочками салат. Отварную морковь порежьте по кругу стенки по спирали. Получившуюся морковную ленту сверните в виде цветочка. Выложите на салат. Все блюдо украсьте зеленым горошком и веточками зелени. Знаете, что я вам скажу? Что можно смело собирать гостей, если в доме есть такое блюдо. Ребята, это превосходно. Это реально. Ну как? Мы еще не пробовали, но выглядит оно на миллион. Не, не надо. Не надо пробовать. Это реально шедевр. Простые ингредиенты, вполне привычные. Но согласитесь, подача... Кстати, по поводу вкуса. Хочется поскорее попробовать, но я предлагаю держать себя в руках. И кроме того, держать в руках еще вот это мое любимое с некоторых пор приспособление. Мы ждали этот момент для того, чтобы попробовать блюдо, которое мы поставили на первую ступеньку нашего рейтинга. Блюд из куриной грудки. Я уверена, вполне заслуженно. Праздничное настроение. Я поухажу сейчас. Да. О, здорово. Я сегодня просто не перестаю удивляться, как можно замечательно приготовить куриное филе. Самый привычный продукт. Всегда есть в холодильнике, и порой кажется, ну что можно из него приготовить? Настоящий восторг. И красочное, и вкусное, и нежное. Просто изумительно. Ребята, это действительно самый простой салат, но который мы приготовили изысканно, подали изысканно, и он будет действительно изысканно смотреться на любом столе. Мы сперва едим глазами, наслаждаемся внешним видом блюда, а потом уже пробуем его и убеждаемся, что оно изумительно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!